Здравствуйте! С вами самые интересные книжки и я, Светлана Федотова. Впереди дачный сезон, и кто-то уже приготовил саженцы и газонокосилки, а мы запасаемся книжками. «Чем заняться вечером с семьей на даче без интернета?» Дмитрия Чернышева – очень правильная книга. Причем она хороша и с интернетом, и дома, и с друзьями, и в любое время. Это сборник загадок, вопросов на эрудицию и логических задач. К примеру, таких. По всему Нилу, там, где водится крокодил, не водится бегемот. И наоборот. Почему? Собственно, перед нами своего рода тренажер, на котором развивают гибкость ума и избавляются от шаблонов. Для тех, кто стремится мыслить нестандартно, для тех, кому нравится искать красивые приемы решения сложных задач, для тех, кто хочет научить тому же своих детей, такова целевая аудитория книги. Главный недостаток книги – она маленькая, всего 100 вопросов. Кстати, ответ на поставленный выше вопрос таков. Крокодилы поедают маленьких бегемотиков, а бегемоты, выходя из воды, вытаптывают яйца крокодилов. Тем же, кто хочет продолжение гимнастики ума, следует купить книгу этого же автора Дмитрия Чернышева «Как люди думают». Это уже третье издание, первые два расхватали еще в типографии. Немного об авторе. Он – креативный директор в рекламном агентстве. Его работа мыслит небанально. Этому он и хочет научить своих читателей. Мне же хочется десакрализировать процесс творческого мышления, показать, что оно состоит из набора простых и понятных алгоритмов, которым может научиться каждый. Кроме всего прочего, Дмитрий Чернышев – очень известный блогер. У него 40 тысяч подписчиков. Напишите в поисковике ответы на незаданные вопросы, и вы попадете на его страницу, полный удивительных фотографий и интересных фактов. Чем занять себя в Пермском крае, если вы на машине и хочется отдохнуть? Такая книга еще не написана. Впрочем, что это я? Есть целое созвездие путеводителей на эту тему. Один лучше другого. В следующий раз мы рассмотрим лучшие из них. Впереди лето 2015 года. Лучшие для путешествий по Пермскому краю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова